Сегодня я покажу тебе свой город. Это Бакан, столица республики Хакасия. Сейчас на картинках видишь наиболее достопримечательные места моего города, но не все их я могу тебе показать, иначе бы видео затянулось бы на долгие-долгие часы, а оно и так получилось немаленьким. Поэтому, если какая-либо картинка из только что показанных тебя заинтересует, попроси, и я сделаю об этом месте более подробное такое видео. А пока мы будем довольствоваться тем, что я отсняла. Это в основном два парка наших. Мы сейчас заходим буквально в самое красивое место в моем городе. Это Сады Мечты. Это парк. Ход План. За ним есть еще один парк. Мы его посмотрим позже. Такие вот красивые ворота. Прямо королевские. Вот мы и внутри. Это План. Но я предпочитаю ходить хаотично, а не следуя таким планом, так гораздо интереснее. Такая в приходе арка. Она вся утупает в зелени. Ну просто лучшебство какое-то. Стол немножко портит, правда, общее впечатление. Итак, мы на главной аллее, по которой сейчас и пройдемся. Левее мы видим такой прудик. В нем есть рыбки. Вот тут множество красивых статуэток. Позже на фотографиях все это будет видно, которое я запущу. Ну, скамейки, чтобы нужно было посидеть и отдохнуть. Конечно, в большей степени парк используется именно как место для фотосессии. Трудно найти страничку у местного жителя, абаканца, у которого не было бы в фотоальбоме фотографий, именно сделанных в этом месте. Все молодожены обязательно в этом случае фотографируются именно здесь. Это, ну, я редко видела людей там, которые пришли туда просто, чтобы отдохнуть, расслабиться, провести время. Хотя здесь есть кафе. Вот мы как раз к нему сейчас направляемся. Это такая вот дорога к Ламе. Тоже будет на фотографиях чуть позже, когда мы уже посмотрели весь видеоряд с местами этого парка. К сожалению, мне не удалось показать все закоулочки. Вот, кстати, еще одна статуэтка. Потому что батарея моей замечательной камеры садилась, и пришлось вот так вот уходить по центральной минной аллее, и по сторонам выхватывать какие-то кадры, приближать их, потому что я очень экономила аккумулятор на моей видеокамере. Вот мы видим мельком Эльфелеву башню. Скоро мы ее увидим с более выгодного ракуса, скажем так. Мы уже подходим к кафе. Вот сейчас покажу еще мальчика, такого статуэтка. Он лежит что-то в руках непонятно, не знаю, что это, честно. Вот лев, мне сразу вспоминается Нарния. И лестница на... Кстати, вот прудик, ты его запомни, я о нем еще потом скажу пару слов. Енот не настоящий, многие думают, что он настоящий. Ну и такая вот романтичная, наивная парочка детская. Сейчас мы поднимемся на вторую палубу кафе, и я покажу вид, который оттуда радует глаз посетителям парка. Стулья вот тут такие стоят. Женщина идет, другая женщина, само кафе, руль морской. Так, что мы тут видим? Вот еще одна палуба кофейная. Кофейная палуба странно звучит. Ну и как я и обещала, Эльфиевая башня, конечно, не в натуральную величину. Туда можно подняться, сфотографироваться. Это наш рынок в виде пагоды какой-то. Он находится сразу за парком. Ну, вот такой общий вид. Вот, помни, что я говорила? Запомни, квадратный такой прудик. Эти рыбы совершенно ручные. Их можно гладить, они не боятся, они приводят уже к людским рукам. То есть, такое волшебное место, где зелье не боится человека. Ну, это вот я решила показать еще. Струльки такие. Опять же, скульптурная парочка. Еще одни. Их там действительно очень много, этих всех статуэток. Так, что мы тут имеем? Это детская площадка. Я не буду ее особо подробно показывать. Ничего там особенного нет. Горки, качели, какие-то лазейки, батуты. Ну, вот, все обычно. Это такая вот вымощенная камня. Это славянский уголок. Там, заблудительно, скота домашнего мы видим. Это бычок такой, колодец. Там, сзади, по-моему, пытаюсь что-то показать. Подсолнухи. И такой уголок, где ее могут дать, арендовать костюм для фотосессии, древней славянки. Ну, это уже тот пар, который находится за садами мечты. Я нахожусь в центральной бесстетке и снимаю так вот панораму сада, бесплатной его части. Этот фонтан, он очень красив именно ночью, потому что включается подсветка и смотрится это просто волшебно. Ну, а это собор. Мы немножко захватили, как раз, когда колокола били. Брось вон душу, открыв свои глаза. Город есть город, но наш Абакан. Он в памяти всегда, на первых местах. Ты здесь живешь? Тогда не отрицать. Согласись, немыслимо, медвежи пропитучи в жилах. Но горы давно-давно побеждены. Живы те, кто недавно покинули пределы нашей общины. Нужи возвращайтесь скорее, наши районы, ваши кварталы. Иду держать знамя барсы, вперед сетям и лишь зачаток. Но плоды пожмет по-разному. Каждый из нас, все в твоих. Ну же, люди, друзья, скажем спасибо. Спасибо, Абакан, спасибо всем вам. Спасибо, ведь вся эта красота в ваших заслугах дело. Ведь творец внутри каждый из нас. Я поэт, мои стихи слышишь? Абакан, ты во мне, и в каждом, кто здесь дышит. Кто рожден, чаха, кассия, отчизна. Знаю, ты полна силой, тебя в обид, но не дам и не даст. Тот, кто искренне любит себя, своих близких. Родина, мать, сегодня твой праздник. Всем и тебе могу одно пожелать. Любите близких, раскройте свою душу. Открыв свои глаза за нами. Будущее мы следующее поколение. Поколение Next Ranch. Лучше мы за вами, теперь ты за нами, иди отец. Я хочу тебе показать наш Нагорский парк. Этот парк можно назвать парком воинской славы падших в Великую Отечественную войну. И по дороге я увидела вот такую церковь, и решила тебе ее показать. Я ее называю Теремок. Действительно, необычно смотрится церковь. Больше похоже, правда, на какой-то сказочный Теремок. И вот мы находимся в Ченогорском парке. Подходим к Вечному огню. Именно к нему каждый молодожен им возлагают цветы. Всегда обязательно. Это нерушимая традиция. Именно от этого Вечного огня каждый год выпускники школ начинают свое шествие по городу. Вот мы все еще идем по направлению к памятнику. Всех павших в Великой Отечественной войне. Вот я его приближаю. На самом деле, он плохо видно. Стоило, наверное, все-таки подойти поближе. Ну, вот остальная часть парка. Это вот такие, скажем так, мини-стелки. И мы, наконец, видим музей. Тоже хочу показать тебе музей нашего города. Он не особо примечательный. Я очень люблю музей, очень люблю историю. Бывало в очень многих музеях. И мне кажется, наш музей. Но и худшие от меня мои земляки. Вот я показываю табличку с рассказом о том, что это за музей. Внутрь попасть не удалось, потому что там идут сейчас ремонтные работы. Навожу камеру сейчас на вывеску музейную. Рядом с музеем расположена вот такая аллея, на которой выставлены камни с хакасских древних курганов. На этих камнях можно, если приглядеться, увидеть... Ну, ты-то вряд ли сейчас видишь. Какие-то таинственные знаки, символы. Ну, таинственные для меня... Может, для меня хакасская культура чужая. Все-таки я славянка. Ну, они не таинственные для историков, краеведов наших. А это наш железнодорожный вокзал. Сейчас я нахожусь на мосту. Конечно, нельзя подобные объекты снимать. Быстренько, так тайком. Вот такая открывается панорама. Это памятник паровозу, скажем так. Там выгравированы... Ой, выгравированы. Написаны стихи, посвященные ему. Вот там, вот это вот здание с зеленой крышей. Это железнодорожный музей. Вот я приближаю, чтобы можно было увидеть на... Это второе из Сады Мечты. У нас их два города. Два в городе. И они расположены в разных его концах. Этот наименее любимый мной. Во-первых, он был построен уже через несколько лет после первого. И он меньше в размерах. И в нем меньше таких вот закуточков, уголочков, статуэток. И в нем даже фотографироваться не очень-то хочется. Ничего особенного, что отличало бы от первого парка. Дело бы его лучше, скорее хуже. Вот это место, оно единственное, которое мне действительно понравилось. То есть, это большой такой пруд. Ну, как большой? Это сильно большой. Он разделен посередине мостом, через который можно перейти, как видно. Это водяная лестница. Ой, милинца. Это по пути к мосту вот такой вот, что-то вроде ручейка, протекающего через такие вот ноги. Протекающие через такие вот булыжники, камни. Очень красиво там оставая. Ну, красиво оставая. Там сделано так же, как и в первом парке Сады Мечты. Все-таки, несмотря на то, что Сады Мечты мне уже очень прелесть, буквально в горле стоят. Ко вторым я расположена не слишком положительно, по выше уже указанным причинам. Сейчас мы зайдем на мост и увидим, как выглядит вид с него, с моста. Кстати, позже будут несколько кадров, на котором я буду запечатлена возле этой водяной милицы. Вот мы видим небольшой фонтанчик. Вообще, надо сказать, у нас город фонтанов и зелени. То есть, и того, и другого очень-очень много, буквально на каждом шагу. И, конечно, Сады Мечты не исключение. Итак, мы продолжаем идти по главной аллее. И куда же мы сейчас выходим? А выходим мы сейчас непонятно куда. И лучше бы мне сейчас камеру навести на что-то особенное, или красивое, или что-то, что я могла бы прокомментировать, и не просто делать бла-бла-бла на видеокамеру. Ой, на видеокамеру. На вот эту запись. Домик такой. Маленький. Это кафе. Это у нас... Там дальше детская площадка идет. Есть теннисные такие столы. Правее еще один. Вот такие вот замечательные... Я не знаю, как это назвать. Стены. Вот опять кафе. Столики. Что я постоянно в стольке снимаю кафе? Вот. Это, кстати, очень очаровательное место. Тоже мне понравилось. В конце такой аллеи стоят стульчики. Как и тогда, когда я делала видео о первых садах мечтах, которые более большие и ближе мне по сервальцу, я тоже сделала такой слайд-шоу. Единственное, только музыку не стала накладывать, потому что фотографии очень мало. Ну, может быть, зря я не стала накладывать. Впрочем, мы почти закончили. Я могу продолжить показывать видео ряд о городе. Я всегда считала, что помимо того, что показывая город, нужно продемонстрировать его достопримечательности, нужно просто повозить человека по дорогам города. Так Минис остается лучше гораздо. Но они будут тебя возить по всему городу. И так уже 15 минут я снимаю видео, поэтому очень мало я сниму. Буквально самую центральную часть города, которую мы в данный момент сейчас и наблюдаем. Здесь и Почта, и Сбербанк, и Хакас Энерго, и Центральное отделение милиции, и парки разные, так называемые Бродвее. Ну, так называют молодежь эти места. Вот мы, кстати, видим театр, наш республиканский театр. Вот такой вот он интересный. Дальше будет фонтан. Как я уже говорила, фонтанов у нас в городе очень и очень много. Ну и, собственно, мы смотрим уже последние кадры. Наконец-то завершающая часть видео. Кстати, это здание ФСБ. Только никому не говори. Ну и, собственно, все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...